Миллионы лет эволюции подарили нашей Земле невероятное разнообразие живых организмов. Каждая из них уникальна, как внешне, так и своим поведением. Сегодняшний герой тоже по-своему уникален. Ведь всех находящихся рядом, он зачем-то пытается зацеловать. Итак, усаживайтесь поудобнее, подписывайтесь на канал, ведь мы уже начинаем знакомство с щучьей и морской собачкой. Погнали! Щучья морская собачка – это глубоководное существо, обитающее у западного побережья Северной Америки. Эту рыбку легко узнать по коричнево-серой окраске с пятнами красного или зеленого цвета. Также у них непропорционально большие головы и челюсти, а тело длинное и стройное. Морская собачка вырастает в среднем до 30 сантиметров в длину и весит до 2 килограмм. Но все это мелочи, по сравнению с их ужасным характером. Ведь они терпеть не могут присутствие на своей территории других рыб. И если морская собачка решила, что сможет одолеть противника, то жди сражения. Причем очень странного, ведь они бьются, а тами. Основная задача – запугать противника размерами пасти или вытолкать его за границы своей территории. Эволюция наградила их специально созданными для этого челюстями, которые могут расходиться в стороны. Это делает их более устрашающими и визуально крупнее. Если претендентом является еще одна морская собачка, они будут целоваться агрессивно, прижимая открытые рты друг к другу. Это будет продолжаться до тех пор, пока один из них, наконец, не сдастся и не уплывет. По сути, это соревнование, у кого самый большой и сильный рот. А победитель получает лучшее логово и шанс спариться. После того, как самка отложит тысячи яиц и самец их оплодотворит, он будет защищать свое потомство с еще большей оральной агрессией. Возможно, из-за того, что роту самки значительно меньше, но именно самец будет отвечать за защиту крошечных яиц от хищников и других угроз, пока они не вылупятся. Если самец справился с охранной функцией, то на свет появляется потомство длиной 3 мм. После этого отец с чистой совестью покидает новорожденных. Мало что известно о пищевых привычках морской собачки, но ученые предполагают, что они питаются в основном планктонной добычей и мелкой рыбой. Могут перекусить и мелкими ракообразными. А во время сезона нереста кальмаров можно наблюдать, как морская собачка поедает большое количество яиц головоногих, которые являются ценным источником пищи для многих видов морских животных. Стоит отметить, что они невероятно территориальны и нападут на любого, включая осьминогов или даже аквалангистов, которые осмелятся им угрожать. Чешуи на своем теле морские собачки не имеют. Но зато у них есть два выпуклых глаза и усики над ними. Несмотря на размер глаз, его зрение остается крайне плохим, что, возможно, способствует его агрессивности. Средняя продолжительность жизни у этого вида рыб составляет всего 6 лет. Похоже, что эти рыбы смогли адаптироваться к антропогенным изменениям среды обитания, например, жить в пустых банках и бутылках. Поэтому в настоящее время они не находятся под угрозой исчезновения. Морская собачка, возможно, не самая быстрая, самая большая или самая милая рыба в море, но она заслуживает признания за свое агрессивное поведение. А этот выпуск подошел к концу. Спасибо за просмотр, ставим лайк и не забываем подписываться. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok